Отличаются ли требования таких компаний к кандидатам от компаний, которые работают непосредственно на российском рынке? Я бы не сказал, что тот же Яндекс сильно отличается по требованиям от EPUAM или от Lutsov. Яндекс, Headcounter, Abitale, Amoda, Tinko, Sberbank, EPUAM, Lutsov. И еще много глав. И еще, да, множество, я уж не буду все перечислять. Эти-то знания хорошо бы на самом деле получать в университетах. Какой разработчик будет успешен в собеседовании в этих компаниях? Хороший разработчик – это тот, кто может писать понятный код. Код, который может почитать не только он сам, но еще и его коллеги, и он сам через пару месяцев. В российских компаниях не спрашивали еще по алгоритмам и структурам данных. Как сейчас обстоят дела? Все стало значительно лучше. Если бы тебя сейчас спросил, твой знакомый, незнакомый, неважно, человек, который только посматривает в сторону программирования, какой язык ты бы ему посоветовал для начала? Всем привет! Меня зовут Вика, и вы смотрите Прокблог ТВ, канал о карьере в IT. Сегодня мы продолжаем интервью с Виталием Чибриковым, программистом, преподавателем, сооснователем онлайн-школы Отвус в этом выпуске, о том, каковы требования крупных IT-компаний к кандидатам в России, о тенденциях российского IT-рынка и самый короткий путь от нуля к первой работе программистом. Ну а теперь выходим на связь с Москвой. Я знаю, что ты работал и в крупных компаниях, в МРУ, и в стартапах. Расскажи, с точки зрения разработчика, чем отличается специфика работы там и в крупной и маленькой совсем компании? Да, давай, смотри. В крупной компании обычно высока специализация. Крупная компания, крупный проект может позволить себе отдельного, например, датабазного разработчика, человека, который пишет датабазный модуль в проекте. Никого больше спрятался за интерфейс, никого больше туда не пускает, сам у себя там аккуратненько выбрал фреймворк, которым будет пользоваться, пишет запрос, оптимизирует их. А может таких и два разработчика быть на проекте. Один человек, допустим, на сетевой уровень или там, опять же, несколько человек. Один человек на репликацию, не знаю, на коды ген можно посадить человека. Собственно, вот в тех проектах, о которых я говорил, где я с серверным разработчиком работал, там, собственно, была вот такая специализация. И от специальности к специальности можно было переходить, то есть сказать, знаете, ребята, что-то я хочу с базой поработать. Пересадите меня вторым программистом вот туда на базу, я их подучу. Потому что я до этого, допустим, работал с файлами, а теперь хочу с базой поработать. А в небольших проектах там, ну, собственно, разработчик, он делает все. То есть он же сразу и тестировщик, и разработчик, сам выбирает архитектуру. В общем, сам потом все это запускает и, собственно, после депло еще сам поддерживает. То есть здесь в стартапе меньше требования к глубине знаний, наверное. Хорошо, если ты хорошо, вот глубоко знаешь. Но если ты просто даже вот из коробки достанешь решение, поставишь, оно заработает и позволит приносить деньги быстро, это будет вполне нормально. Но при этом ты должен понимать, что вот на тебе все. Ты должен все сам настроить. А в крупном проекте, если наоборот, как раз нужен вот drill-down. Ты должен вот взять работу с базами и быть в ней идеальным разработчиком. Тогда я тебя буду ценить как специалист. Онлайн-школа – это твой первый бизнес? Значит, хороший вопрос. Нет. Ну, то есть я в 2000-х, это вот 5-й, 6-й, 7-й год, я уже пытался сделать сервис для трейлеров на фондном рынке. Ну, в 2007-м я попробовал, в 2007-м я закончил его делать. В 2008-м, прости. Вот, значит, я пробовал после этого делать автогенерацию страничек сайта, автогенерацию контента по заданным темам, то есть такой генератор сайтов. Тоже было очень интересно, я немножко денег на этом заработал. Пробовал, то есть пытался запустить сервис по, ну, как бы появились соцсети, когда Facebook появился, тут все же вот, Zynga выросла, и все говорят, да, Zynga, мы сейчас тоже как Zynga. В общем, не пытались сделать все это такое, но это тоже довольно красиво получилось, но я абсолютно не умею продавать. У меня есть такая проблема, что я вот не маркетолог совсем, а лучшее, что у меня получалось действительно вот хорошо продать, прям старгетиться на правильную аудиторию, это я сделал игрушку в Фейсбуке по мотивам героев и предлагал ее строго тем, у кого в качестве, вот, собственно, интересов стоят герои. Ну, вот эти герои меча и магии, которые... Вот, 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 заходил отлично, на эту рекламу у меня денег хватало, а на все остальное нет. Ну, и потом было, собственно, это вот было где-то с шестого по десятый год, потом был довольно большой перерыв, собственно, в моих попытках какой-то бизнес сделать. Это как раз был период, когда я работал в Игрострое, собственно, в общем, там, там было и так интересно, там было так здорово, что было не до своих, в общем-то, ну, не возникало желания перестать делать игры и начать делать бизнес. Вот. И, собственно, полтора года назад мы вдвоем с Дмитрием Волошиным, собственно, с основателем Отусом, мы как-то встретились и поняли, что, в общем, там пора все знания, опыт, который мы накопили уже как раз не только в программировании, а в организации обучения, в обучении и в бизнесе уже выразить вот в виде сервиса. И у нас было понимание, на кого мы, для кого мы этот сервис предлагаем. То есть, это вот должны быть ребята, которые ищут себе, где бы пообщаться со специалистом, где бы специалист мог бы им поделиться с ними своим опытом, расширить кругозор и заодно еще и рассказать какие-нибудь интересные подробности. Вот это, собственно, стало основой как раз уже вот этого бизнеса. Ну, и он действительно хорошо пошел. То есть, мы начали с одного курса моего полтора года назад. Сейчас у нас уже в линейке 20 курсов айтишных, и мы думаем, что у нас будет еще и не только айтишный курс. Вообще, онлайн образование. Это просто было такое желание поделиться своим опытом? Или вы как-то исследовали рынок, что это становится очень популярным? Ну, вот если бы мы были такие дженерик-менеджеры или дженерик-предприниматели, то, наверное, правильно было бы, если бы мы собрались, проанализировали разные отрасли. Ну, допустим, вложиться ли нам в образование, или, может быть, нам вложиться в нефть, или, я не знаю, вложиться в водоросли, в альтернативную энергетику. Но у нас этого, конечно, не было. То есть, у нас не было анализа рынка перед тем, как начать работать. Мы анализ и экспертизу принесли с собой. Мы ее копили несколько лет, вот там 4-5-6 лет, пока мы до этого этим занимались, и в этой же области. И вот на основе того опыта, который мы уже собрали, мы поняли, что вот нам вот здесь и нужно, вот это наше. То есть, у нас не было анализа, чтобы выбрать. Но анализ, чтобы понимать, что это нужно, у нас, конечно, был. Он просто уже в голове был. К моменту начала уже был. Ты отслеживаешь, ты или вы вообще в целом, компания, отслеживаете ли судьбу своих выпускников? Да, безусловно. Здесь, правда, есть особенность. Процесс очень небыстрый. То есть, вот мы сейчас начинаем собирать, ну, вот как бы уже success story смотреть ребят, которых мы выпустили весной. То есть, те, которые учиться начали осенью. Практически год у нас прошел с момента, когда мы человека пригласили, до того момента, когда мы можем сказать, что вот, собственно, success story. Сначала он должен научиться, потом он должен познакомиться с работодателями, ты должен посмотреть на него, он должен еще как-то так приготовиться сам, собраться, что он хочет туда пойти. Ну, то есть, оно, правда, с некоторым очень большим лагом происходит. Нам бы хотелось рассказать обо всех, кто у нас когда-то, когда бы ты ни бы учился, кто где-куда устроился, но данных пока мало. Из истории успеха, которые я знаю по джаве, у меня ребята работают в ИПАМе, в Люксофте, два человека в Яндексе и еще два или три человека, это интересно, в 1С с джава-программистами. Вот. То есть, вот такие, в основном вот так у нас. Как раз-таки вот среди ваших компаний, которых ты сейчас назвал, я заметила две компании, которые, ну, может быть, не весь бизнес, но часть их бизнеса, это так называемый аутстаппинг и аутсорсинг. То есть, так или иначе, это связь с зарубежным рынком, ну, американским или европейским, и, то есть, работа на зарубежных клиентах. Отличаются ли требования таких компаний к кандидатам от компаний, которые работают непосредственно на российском рынке? Ну, очевидное первое отличие в том, что они требуют еще английский язык. Интермидиат как минимум, то есть, к несчастью, не все наши ребята могут, но, собственно, как бы процесс-то выглядит как. Мы говорим компании, точнее, мы говорим выпускники, вот компании, там их штук 10-15, выберите, куда вы хотите, собираем, куда они хотят, в компании отправляем список, говорим, компания, и вот, ребята, их резюме, посмотрите, кого вы хотите. Ну, и вот, когда они матчатся друг с другом, собственно, мы поорганизуем, ну, они уже сами даже без нас организуются, беседуют. Ребята реально чаще всего выбирают вот как раз те компании с выходом на международный рынок, которые ты сказала, ну, и, наверное, это, в общем-то, справедливо, потому что, ну, им это интересно, это крупные компании с большими проектами, с возможностью дальнейшего роста, ну, собственно, с возможностью учиться у тех, с кем ты работаешь. По каким-то особенностям именно требований, кроме английского, ну, я бы не сказал, что вот тот же Яндекс сильно отличается по требованиям от EPUM или от Люксофта или Mail.ru. В принципе, стек технологий, которые требуют на входе, он одинаковый. Может быть, будет отличие от компаний, которые прям совсем про российский рынок, хотя здесь мне тоже кажется, что территориально особенной разницы не должно быть. Но среди компаний, опять же, партнеров ваших, да, я заметила Яндекс, Headcounter, Абитал, Амода, Тинько, Сбербанк, Упам, Люксофт. И еще много кого. И еще, да, множество, я уж не буду все перечислять, но вот расскажи о каких-то требованиях, которые они предъявляют к разработчикам. Какой разработчик будет успешен в собеседовании в этих компаниях? Давай я зайду здесь вот с какой стороны. Я сам собеседовал ребят в мейле и, собственно, наблюдал вот этот процесс трансформации собеседований в течение последних 15 лет. То есть меня собеседовали, и я собеседовал людей. И, в принципе, ну, опять же, могу сказать, что по уровню, по подходу к собеседованию, в принципе, все российские компании крупные, они примерно одинаково себя ведут. Ну, они переключились все примерно на одну и ту же схему. Когда мы, когда, даже вот с какой стороны зайдем. Хороший разработчик – это тот, кто… То есть вот они хотят себе выбрать взять хороших разработчиков. Хороший разработчик – это тот, кто может писать понятный код. Код, который может почитать не только он сам, но еще и его коллеги, и он сам через пару месяцев. И, кроме того, еще использует хорошую алгоритмную структуру данных. Вот это хороший разработчик. И, к счастью, то есть он не обязан хорошо решать задачу про утку, который взлетает с озера, там, про машинку, где там, в джунглях. Вот. Он должен показать, что у него хорошая ампиотическая подготовка. И что он, ну, как бы, может внятно изложить свои мысли. И вот здесь возникает необходимость знаний, которые… Собственно, вот здесь мы приходим, опять же, возвращаясь к началу нашего с тобой разговора, что вот эти-то знания хорошо бы, на самом деле, получать в университетах. И, ну, пять крупнейших, наверное, самых известных московских университетов. Я сейчас, наверное, не буду называть просто, чтобы никого не обижать. Я думаю, что все примерно представляют, о чем речь идет. Вот. Мне просто посчастливилось как раз работать именно с ребятами оттуда, в основном, на тех проектах, на которых я работаю. И вот они как раз хорошую ампиотическую подготовку дают. И, ну, да, вот с проектированием, с паттернами там похуже, но, в принципе, вот эту часть, к этой части подготавливают. И на собеседовании как раз в основном проверяют вот это сейчас. То есть проверяют, может ли человек думать, но не в смысле вот как-то хитро, хитро-хитро какие-то алгоритмы придумывать, а знает ли он хорошие алгоритмы, умеет ли он их использовать. И, ну, собственно, может ли он внятно, внятно кодом изложить свои мысли. То есть вот здесь разницы особенной в собеседованиях в российских компаниях я не видел. А если говорить более предметно, вот в частности о джуниор-позиции, чтобы устроиться к джуниор-разработчикам, вот в компании, с которыми вы работаете, какими знаниями должен обладать программист? Ну, джуниора, смотрите, опять же, смотря, что мы хотим от джуниора. То есть если, ну, много где джуниора берут просто под конкретную задачу. То есть вот есть ползадач, и джуниора берут на ползадач, сеньор или мидл за ним присматривает, дает задачи и проверяет результат работы. А в этом случае от него нужны, ну, некоторый минимальный уровень, минимально достаточный уровень знаний языка и платформы, с которыми он работает. То есть он должен, ну, уметь писать. Ему не надо, должно быть, объяснять. Ну, к счастью, людей, которые бы совсем не знали, не умели программировать, сейчас уже практически не осталось. Во всех школах курс уже есть, и нет уже тех, кто бы, допустим, не знал, что такое цикл или ветвление. Вот. Кроме того, опять же, хорошо было бы у него на входе проверить вот именно эту самую математическую подготовку, о которой я говорил. То есть можно научить человека языку. Язык выучить несложно. Гораздо сложнее научить человека математике. Или думать логически. Ну, и причем здесь очень высокая еще цена ошибки. То есть если ошибку в коде, который человек допустил, ну, не знаю, не зная синтаксиса или не умея использовать какие-то известные библиотеки, относительно легко увидеть и исправить, то есть ее даже компилятор может за него увидеть, то никакой компилятор никогда не увидит ошибку в алгоритмах. То есть взять, допустим, и начать искать элементы в листе, вместо того, чтобы искать их в сетах. Ну, или наоборот, итерироваться по сетам, когда хорошо бы, когда нужен порядок при проходе по элементам. Или начать перебором искать нужный тебе элемент в отсортированной последовательности. То есть вот незнание таких основ, оно может в какой-то момент уже в продакшене драматически ухудшить производительность системы. И никакой ревьювер, ну, мало какой ревьювер кода, и уж тем более никакой автоматический, никакой робот, этой проблемы не увидит. И в тестах ее тоже будет не видно, потому что тесты обычно работают с малым количеством данных, а проблема может проявиться на серьезной нагрузке. Вот это хорошо бы узнать у джуниров. То есть я у тех, кого мы брали на джуниров, это спрашивал или это молчил в технопарке. А уже непосредственно деталям языка и особенностям того, как пишут у нас, ну, мы можем научить это. Это не должно быть проблемой. Мы уже затрагивали тему собеседований, и, может быть, я немножко отстала от российского рынка, но я помню, что когда мы переезжали в США, то вот в российских компаниях не спрашивали еще по алгоритмам и структурам данных. Как сейчас обстоят дела? Все стало значительно лучше. Нет, на самом деле, смотри, многое зависит, да, действительно, от крупных компаниях, по крайней мере, о которых я знаю. Там, ну, на входе проверяют уже не столько программист ли ты, сколько, ну, начни даже, как математик ли ты или нет. То есть всем ребятам, которые у меня сейчас учатся, я настоятельно рекомендую, собственно, темы алгоритмов, структур данных и проектирования обязательно изучить, потому что их могут начать спрашивать. Их действительно начинают спрашивать. Есть еще, наверное, места, в которых спрашивают, не знаю, что синтаксис спрашивают, не знаю, C++, хитрые задачи на синтаксис спросить. Раньше очень любили, сейчас, я надеюсь, так не делают. Вот, но по моему опыту все-таки этого уже значительно меньше. И если посмотреть, допустим, на собеседование Яндекса, уже много лет как они на вход дают задачи, и задачи как раз дают на алгоритмы. То есть, ну, собственно, те, кто там работают, они понимают, что им гораздо будет выгоднее вложиться в человека, который, ну, математически образован, чем в человека, который выучил синтаксис языка. Но это правда. Языки программирования. Я знаю, и ты говорил уже, что у тебя достаточно много в запасе языков программирования. Расскажи, как они приходили в твой арсенал. Ну, знаешь, честно признаюсь, что не было ни разу ситуации, когда бы я сел и так подумал, а не изучить ли мне еще вот это? Всегда была необходимость изучать, потому что пришли задачи, связанные с необходимостью это изучать. И мне кажется, что с точки вот по отношению к языкам, именно как к способу написания программ, это хороший подход. То есть, ну, вот некоторое время назад мне, опять же, посчастливилось познакомиться и с первым тоже. И первым я тоже относительно, ну, так, до некоторой глубины освоил. То есть, ну, языки, ну, как, там просто не настолько большая разница, как принято думать. То есть, если ты умеешь, ну, как, хорошо, грамотно излагать свои мысли на одном языке, то ты сможешь и на другом. А проблема в том, что бывает просто есть языки, которые тебя контролируют, такие строгие языки, которые не позволяют тебе сильно плохо писать, а есть языки, которые особо тебя не контролируют. И вот если ты привык писать, ну, вот, допустим, на C++ или на Java, то ты потом пересядешь на любой другой язык и будешь точно так же писать, как ты раньше писал на C++ или на Java, и все будут тебя понимать, потому что ты будешь писать, может быть, многословно, но, по крайней мере, понятно. А обратное не всегда хорошо получается. То есть, переходя с языков, которые менее требовательны к организации себя, как писателя, как разработчика, то потом, ну, собственно, здесь нужно какие-то дополнительные компании часто вводить какие-то свои дополнительные полисы. Вот. То есть, может быть, как раз полезно было бы выучить многообразие особенностей языка, именно просто сесть отдельно и выучить. А у меня такого не было. То есть, вот, если мне, ну, как бы, либо мне просто подбрасывали, говорили, вот, на, разберись, а там что-то совсем новое. Ну, вот, как я про Java рассказал в самом начале. Вот. Либо я понимал, читал, допустим, что вот эту задачу лучше всего решать на, там, каком-то языке. То есть, еще до того, как Java и Lambda появились, например, а в Sharp уже был похожий функционал, я, собственно, вот под задачей именно, вот, искать по памяти, делать выборки, выбрал C Sharp вместо Java, потому что мне показалось, что так будет удобнее. То есть, вот, и, собственно, изучил, как там это сделано. Скорее, вот с этой стороны. И из того, что нужно себя, что нужно выучить до того, как оно встретится, то есть, если мы говорим не про языки, а вот именно вот, что бы я предложил, на что бы обоснить внимание, не про языки, а вот, как бы, поздно будет, когда ты с этим встретишься и не знаешь это. Ну, это учите архитектуру, как проектировать. То есть, учиться правильно проектировать на собственном опыте не получится. Учиться языки, научить новые языки, просто решая задачи на этих языках, получится, получится хорошо. Ну, как-то так. Если бы тебя сейчас спросил твой знакомый, незнакомый, неважно, человек, который только посматривает в сторону программирования, какой язык ты бы ему посоветовал для начала, для входа в программирование? Хороший вопрос. И, в общем-то, я был в каком-то смысле в похожей ситуации. Меня попросил финансист, человек, который вот занимался с финансами. Ему стало не хватать уже Excel. Я ему предложил изучить Python и SQL, чтобы, собственно, вот Python с базой работать и свои данные организовывать вот через вот это. Если бы это был человек без бэкграунда, то есть, не с конкретной задачей, а просто сказал, я вот хочу программировать, то у меня бы, собственно, здесь была дилемма. Либо, опять же, Python, либо JavaScript. Наверное, даже больше в сторону JavaScript. Потому что вот сейчас это гораздо более легкий путь, мне кажется, к... Ну, быстрый, не легкий, а, наверное, быстрый путь. К тому, чтобы начать писать и фронт, и бэк, и там Node.js есть, и чуть-чуть покопал эти самые фреймворки, и ты уже востребованный специалист. То есть, там кажется, что вот совсем начинающему, ну, нужно JavaScript, Node и Mongo. Если человек с более такой оформленной задачей приходит, либо он изначально математик, например, и понимает, что он хочет, но он не программировал до этого по каким-то причинам, то, наверное, я бы ему порекомендовал, вот, собственно, Python и вот что-то какой-нибудь из базы бесплатно разобраться с ними. То есть, извлечить SQL и, допустим, с MySQL работать. Ну, вот так-так. А обрисуй вот самый короткий путь от нуля до работы программистов. Это не совсем про язык программирования, который изучать. Может быть, про способы изучения. Вот как ты считаешь? Ну, мне сложно сейчас представить человека, который был бы прям совсем в нуле. Ну, потому что сейчас все-таки практически все, кто вот сейчас решает, какой бы жизненный путь им выбрать, уже все-таки в школе и в университете что-то, хотя бы какое-то программирование у них было. Самый короткий путь до программиста, как до человека, который зарабатывает деньги программированием, ну, наверное, все-таки я бы рекомендовал идти в фронт. Фронт и веб-фронт. То есть, это вот HTML, CSS и JavaScript. Особенно если представить, что этот человек не математик и не программировал до этого, то, ну, предположим, что он... Там какие-то гуманитарные дисциплины у него были. Не знаю, может быть, он художник или музыкант. И если это так, то ему как раз фронтовая часть зайдет все-таки лучше, потому что брать и отправлять его на C++, Java, Python и говорить, выйти, пиши бэкэнд, ну, нет, наверное, все-таки он бы, наверное, и так бы пошел, если бы была предрасположенность. Если он ее до этого еще ни разу не проявил, а только хочет туда пойти, то я бы ему рекомендовал пойти, вот, зайти со стороны веб-фронт-энда. А потом, если бы он его усвоил, освоил успешно, то, наверное, на мобильную разработку. Ну, а я больше, вот, кстати, имею в виду про, значит, способы. Вот если у человека, например, уже есть высшее образование, он его заканчивает и понимает, что, ну, вообще не то. Хочу работать с программистом, зарабатывать нормальные деньги. Вот что делать? Идти получать второе высшее образование, изучать самому или каким образом? Нет, идти получать сразу второе высшее образование, мне кажется, это избыточно. Ну, наверное, вот продолжая тему, которую я уже начал сейчас, нужно начать разбираться с фронтовой разработкой, освоить ее до некоторой степени, ну, как бы, профессионализма, то есть, ну, получить хотя бы первый оффер вот именно как фронт-энд-разработчик. Если у человека есть какая-то склонность к искусствам, то, ну, заодно еще показать, что ты еще и верстаешь красиво, что у тебя есть чувство вкуса, чувство пространства, что ты можешь еще, может быть, какие-то картинки туда добавить, не знаю, может быть, музыку. То есть, все-таки вот проявить себя не столько в алгоритмической части, сколько вот в визуальной части. Показать, что ты вот здесь можешь. То есть, там тоже, конечно, уже будет нужно программирование, но оно будет нужно скорее для того, чтобы упорядочивать красивые сущности, которые ты хочешь показать. А если он захочет потом развиваться дальше уже, то дальше, ну, здесь на выбор уже. Если есть возможность, то, да, нужно пойти взять какие-то курсы основательные по математике. И потом уже, ну, либо Python с Data Science, с Machine Learning, либо тот же Python или Java уже, или C++ и сервер. Но это уже если есть желание вот от фронтовых разработчиков перейти к фуллстэк-разработчикам. Хотя, если этот человек захочет просто дальше развиваться как фронт-разработчик и стать суперклассным в этой области, то он и на рынке будет востребован не хуже, чем фуллстэк. То есть, он не обязан знать, в общем-то, весь стэк разработки. Я бы предложил вот идти в эту сторону. Потому что обычно на бэк попадают те, кто знают, что они бэкэнд-разработчики еще в младшей школе. Ну, или они знают, потому что им папа с мамой так еще в детстве сказали. Говорят же, что на многих факультетах МГУ, например, случайных людей нет. Там учатся те, кому с детства просто папа или мама сказали, ты пойдешь туда учиться. И он всю жизнь к этому готовился. Потому что он и предрасположен, и готовился, и знает. И вот он, скорее всего, попадет на агритмическую часть, на бэкэнд, на распараллеливание, на нагрузку. А если человек после университета, а если он ничего не программировал, то, вероятно, после какого-то гуманитарного управления вдруг решил, что он хочет программировать, то я бы все-таки рекомендовал им пойти на фронт. На фронт и на мобилки. У меня есть знакомый, который FX-дизайнер. То есть вот он по спецэффектам специалист. В играх он делал спецэффекты. Вот эти взрывы все, вот где-то что-то разлетается, какие-то шлейфы красивые, вот это все. И он, ну, через некоторое время, он знал, что я преподаю Java. Я с удивлением обнаружил, то есть он просто стал подходить ко мне и спрашивать, как писать. Оказалось, что вот он решил разрабатывать, то есть мобильное приложение свое писать. Конечно, он их делал насыщенными по графике. Они были прекрасно взрывающиеся, очень красивые. Не такие эффективные, как могли бы быть по технике реализации. Но вот эта вот внешняя часть, она, в общем-то, прекрасно скрывала то, что он изначально не инженер. Но мы сейчас больше говорим о людях, которые вот, ну, не знаю, только начинают свой путь в программирование. Это, как правило, люди молодые, да? Или они поступают в университет, или они там только закончились, передумали. А есть такие кейсы сложные, которые мне достаточно часто пишут, спрашивают, вот что делать, если, например, тебе уже больше 35, больше 45, но ты хочешь начать программировать. Вот в твоем опыте есть ли такие, ну, не знаю, люди, которые начинали изучать программирование в таком возрасте и смогли найти работу? И есть ли у тебя какие-то советы вот в этом случае? Ну, ты знаешь, я думаю, что все-таки у человека в этом возрасте уже есть некоторый бэкграунд. То есть, наверное, он над чем-то трудился. И если он над чем-то трудился, то в этой отрасли, в эту отрасль последние, там, сколько-то, 5-10 лет уже наверняка проникают информационные технологии. Не бывает сейчас такого, чтобы человек что-то делал, а вот туда еще в том или ином виде автоматизация не дошла. Нужно посмотреть вокруг себя, какие у тебя есть сейчас задачи на твоей текущей работе. Может, она тебе уже не нравится, но попробуй ты ее автоматизируй. Не знаю, напиши для себя и для своих друзей мобильное приложение, которое вот позволит вам что-то делать лучше. Может быть, оно будет, ну, не самое красивое, не самое эффективное, но оно будет полезное. То есть, я бы предложил им начать с того, чтобы сделать что-нибудь полезное, но только уже программируя. Если они поймут, что это действительно им интересно, они могут это, то здесь же вот какой вопрос. Человек хочет новую отрасль, а он еще не знает, ему понравится она или нет. То есть, просто хотеть, потому что там деньги, это очень опасно. Ну, то есть, ну, как бы, деньги тебе не компенсируют то, что ты вот уже в каком-то определенном возрасте попал джуниором куда-то, да и не попадешь ты сразу на большие деньги. Поэтому я бы им предложил просто продолжать улучшать то место, где они сейчас уже находятся. И если они поймут, что это хорошо идет, то со временем, ну, оно само придет к ним. То есть, вот, как бы, они, может быть, действительно станут больше этим зарабатывать. То есть, взять и сделать какой-нибудь сервис, не знаю, выложить его в список бесплатных приложений, в лист, там, ну, предложить другим. Вот с этого начать. То есть, не начать сразу нацеливаться, ну, то есть, я не верю, что успех будет у человека, который все бросит, пять лет будет сидеть изучать, допустим, серверные технологии, а потом вдруг вот выучит и найдет работу. Но он не дойдет до конца. Нужно продолжать делать то, что ты умеешь делать, подкрепляя это тем, что тебе нравится. Если ты поймешь, что тебе действительно нравится, то со временем у тебя этого нравится будет больше, да там и денег будет больше, все остальное будет отлично. И здесь я хочу, собственно, два примера привести. Правда, оба примера, они не стали программистами, именно в смысле профессиональным. Хотя, может быть, можно спорить. Это вот финансист, о котором я говорил, который стал, освоил Python, освоил SQL. Вот, он стал своих задачей, опять же, смотрите, своих задачей, которые он уже до этого делал, он стал их делать лучше. То есть, он стал больше удовольствия получать от того, чем он до этого занимался. А второй пример меня поразил еще в университете. Я проходил практику в Институте молекулярной биологии, как-то и туда занесло тоже. И там был профессор, ему было уже на тот момент больше 70. Он в 60 лет, он химик, химик в биологии. А в 60 лет он, собственно, узнал, что есть математическое моделирование. Он закупил себе в лаборатории такой небольшой кластер, освоил, собственно, основы матмоделирования, писал программы, которые позволили ему, ну, простите, опять же, лучше делать те исследования, которые он до этого делал без вычислений. То есть, человек старше 60 уже взял, освоил полностью новую для него дисциплины. То есть, конечно, химия тоже точная наука. Голова у него заточена под формулой, под уравнение. Но, тем не менее, там, собственно, была уже математика, довольно большой пласт знаний ему нужно было освоить. И он действительно все это поднял. И прямо мы так рады были, что он у нас занятие ведет, что это легенда. Вот. Были такие, есть такие истории. Возвращаясь к успеху студента. Желание. Если будет желание, и, ну, желание и отклик. То есть, вот смотрите, смотрите все, кто меня слушает. Вот это. Смотрите, значит, если вы можете вот жизнь свою и окружающих сделать прямо сейчас чем-то лучше, и, собственно, вот хотите в этом направлении развиваться и получать сразу прибавку к своему вэлью после, там, чьего изучения чего-то, то вы на правильном пути. То есть, вот такими небольшими итерациями. Нормально вы до конца пути. Ну, до какого-то заметного, там, нельзя сказать, не до конца, а до успеха вы дойдете. Опять же, я хочу обратиться к твоей экспертизе в области образования. Почти каждую неделю появляется новый фреймворк. Вообще технологии развиваются очень быстро. Как научить фильтровать и понимать, что конкретно стоит внимание, что стоит изучать на твоем опыте? Я слышал перефразированную китайскую пословицу, которая звучала так. Не торопись, сиди спокойно на берегу, и рано или поздно увидишь, как мимо тебя проплывает труп фреймворка, который ты хотел изучить. Проблема не в том, что они появляются часто. Проблема в том, что они исчезают часто. Здесь нет, как бы, проблемы в том, что новые технологии появляются много-много интересного. Мне кажется, проблема в том, что просто некоторые довольно быстро отбраковывают. А браковывает кто? Обраковывает рынок. Рынок труда. То есть, нет вакансий на эти технологии. Ну, вот, например, божественная совершенно технология под названием Type S3, которая позволяет замечательно на сервере генерировать, на Java сервере генерировать странички, вот, серверные странички генерировать. Она никому не нужна, ну, мало кому нужна, скажем так, пропорционально, допустим, тому же React или Angular, потому что никто не хочет странички генерировать на сервере. Все хотят просто по ресту отправлять JSON-ы и уже странички генерировать на, вот, собственно, на фронте. И здесь, когда ты смотришь вот за изменением, ну, за тем, что происходит со стеком технологии, с появлением и исчезновением фреймворков, мне кажется, ну, как руководство, конечно, ты тоже точно не попадешь, ну, примерно, вот, как бы можно было подходить к вопросу, что учить, а что нет, а что значит, что учить? Это значит, что включать к себе в проект, а что не включать. То есть ты же, в общем-то, будешь учить то, что ты хочешь, чтобы было у тебя в проекте. Нужно опираться на... Я бы опирался на крупные компании, которые уже это включили. То есть просто по названию фреймворка посмотри, сколько открыто на него вакансий. Выбирай тот, на который открыто больше. У него есть больше шансов жить дольше. Ну, наверное, вот так. Здорово. Но если говорить о прогнозах на рынок IT в России, может быть, в мире, расскажи свой взгляд, свои прогнозы, какие языки и технологии будут популярны, например, через 5-10 лет, как ты считаешь? Куда будет развиваться IT индустрия? Ты знаешь, языки... Я не думаю, что будут прям какие-то откровения в виде языков новых происходить, потому что... Ну, у нас сейчас идет как бы такая горизонтальная передача подходов к разработке между разными языками. То есть в языках начинают поделяться поддержки, хорошие поддержки из других языков. Ну, то есть вот в Java, например, с 8-й версии, вот лямбрды взяли, затащили, отлично получилось. До этого не было. Там вот возможность скрипты писать на Java, прям запускать из командной строки в 9-ю притащили, тоже отличная возможность. То есть при жизни языка и технологии сейчас она, ну, на мой взгляд, скорее вот про то, чтобы взять, посмотреть, а что еще хорошего есть вокруг, и вот это вот хорошее к себе затащить. То есть вряд ли, я не думаю, что вот в ближайшее время вот появится какой-то один суперновый язык, который вот все скажут, он такой классный, что вот все бросаем, только на нем и работаем. Не думаю, что так, а скорее всего, то есть мне кажется, что будет следующее. Вот как некоторое время назад появился Test Drive and Development, то есть вы представляете, люди жили раньше без ТДД, вообще без тестов раньше жили. А потом он появился, и языки сразу его поддержали. И, собственно, ну теперь вот нет, как бы, нет, не пишет никто так, как вот писали, допустим, 15 лет назад. Мне кажется, что сейчас произойдет следующее. Языки и платформы начнут поддерживать, как это, наверное, давайте зайдем с стороны, машинное обучение, но не в смысле, чтобы разрабатывать экспертные системы на языке, даже не в этом, не только это, а чтобы можно было, чтобы язык и платформа поддерживали возможность получать рекомендации во время написания. То есть мне кажется, что переключение будет, пойдет со стороны, программист не столько пишет, как должно работать, а больше, что программист делает какое-то намерение. А потом ему система подсказывает, вот это экспертное, подскажет, как это сделать. И это, мне кажется, войдет, как раз вот будет интегрировано прямо в язык. То есть мы средствами языка получим возможности вот так писать. Вот. Ну, то есть сейчас эту задачу уже отчасти решают хорошие, как это, integrated DCI, development environment, среды разработки. Хорошие среды разработки тебе уже подсказывают. Но пока что это в язык не встроено. Мне кажется, что это просто на уровень языка зайдет. Спасибо тебе за всю информацию, которую ты поделился с нами. И про онлайн-образование, и про свой опыт работы. И вообще интервью получилось очень интересным. У меня на этом все вопросы к тебе. И я хочу сказать своим подписчикам, рекламировать курс, который у вас сейчас есть, Java. Я знаю, что ты эксперт. Если вы хотите такого замечательного преподавателя, вы увидели его в деле, то проходите по ссылке в описании к видео и записывайтесь на курс. Более того, я знаю, что ты забыл упомянуть о том, что у вас сейчас проходит абсолютно бесплатное тестирование на уровень знания Java, да? Все верно. Смотрите, опять же, если мы обращаемся к твоим подписчикам, собственно, у нас регулярно, мы регулярно запускаем курс «Разработчик Java». Его веду я и мои коллеги, тоже специалисты из разных компаний, ну, собственно, с опытом сеньорской разработки крупных проектов. Кроме непосредственно разработчика Java еще есть интерпрайзная Java, курс по интерпрайзу и курс по спрингу. Тоже, собственно, в параллели тоже все по Java. И ко всем этим курсам у нас еще, ну, как бы, понимаете, мы на этих курсах стараемся собрать материал, который бы позволил, ну, как бы углубить свои знания. То есть, он, курсы не рассчитаны на начинающий уровень. Нам просто будет тяжело с теми, кто пока мало совсем опыта на Java. и, ну, собственно, будет тяжело, трудно и непонятно вам, тяжело нам, поэтому мы решили, что будет правильно на входе аудиторию протестировать. Ну, и, собственно, тех, кто тест прошел, потом приглашать уже заниматься. А для тех, кто тест по каким-то причинам пока не прошел, у нас есть подготовительный курс. Тоже я его записывал и мой коллега. Можете его посмотреть. Есть много сервисов, опять же, и моих записей, и записей ребят, которые с нами в отусе занятия ведут, тоже по Java начальном уровне. Ну, то есть, есть и на чем подготовиться, если вдруг тест не пройден. И, собственно, мы будем рады, если тест будет пройден. Заранее скажу, что тест, в общем-то, он предполагает не столько... Ну, то есть, там где-то половина вопросов по Java, а половина вопросов, ну, которые можно назвать, а программист ли ты? То есть, вот, ну, там, не знаю, сложите два числа в 16-ти личном формате. Ну, что-то вот в этом роде. Или, там, битовые операции с числами проделайте. То есть, вот такие. Они проверяют даже не столько Java, просто вообще ты в программировании сколько? Встречался ли ты с такими задачами? Умеешь ли ты с числами работать? Вот. То есть, можно пройти тесты знаниями просто Java. То есть, вот, не зная про битовые операции. И можно пройти просто знаниями по алгоритму, по математике, даже вообще без знаний, без особых знаний Java. Мы и ту, и другую аудиторию готовы на своих курсах учить дальше. Спасибо, Виталий, за то, что поделился с нами полезной информацией, своей историей, своей экспертизой. Ну, а вам я предлагаю заглянуть в описание к этому видео. Там вы найдете ссылку, ведущую в онлайн-школу Отус, где сейчас проводится набор на курс Java-разработчик. Там же находится тест, который поможет вам определить свой уровень Java, поскольку курс предполагает, что у вас уже есть некоторые знания. Ну, а также онлайн-платформа имеет огромное количество других курсов, которые можно изучать абсолютно без каких-либо знаний в программировании или уже со знаниями и с целью увеличения собственной экспертизы. Не забывайте подписаться на канал. Ссылочка на первую часть интервью также находится в описании к этому видео. Ставьте лайки, еще раз подписывайтесь на канал. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok